Продолжаем разговор о психологической иммунной системе и скажем о том, что настоящая психологическая иммунная система должна подвигать нас на то, чтобы мы решали свои проблемы. Тогда можно говорить о здоровой психологической иммунной системе. Вина мотивирует нас на компенсирующий альтруизм. Это лучший способ. Если вы кому-то причинили вред, какой-то ущерб, то лучший способ исправить положение, ситуацию, это компенсировать ущерб, потери. К сожалению, чувство вины не свойственно. Все больше и больше людей это отрицают и находят оправдание любым своим поступкам. Особенно это делается очень эффективно корпорациями. Они себя защитили. Практически защитили тем, что человека свели до уровня робота, до уровня функции. И человек так о себе начал думать, как о функции. Психологически подавленные люди. И, конечно, к ним так относятся. Так, как они относятся к себе. Но даже если к себе человек относится с достоинством, все равно к нему будут относиться, как к функции. Поэтому мы видим, что альтруизм крайне редок. Крайне редкое явление. Не потому, что для него нет поводов, а потому, что дегуманизация. Произошла дегуманизация. Вот там, где, то есть, там, где нет этого чувства вины, там нет и альтруизма. И там нет и человечности. Несчастье мотивирует на попытки улучшить жизнь. Почему вот то, что с нами происходит, допустим, когда мы что-то теряем, да. Возможно, мы бы остановились просто на том, что мы имеем. И перестали бы развиваться, перестали бы улучшать свою жизнь. Ну, качество жизни, оно связано не только с материальным благополучием, материальным достатком, да. Хотя вот сейчас самое страшное при капитализме, самое страшное это бедность. Это просто хуже проказы, хуже всего на свете, да. Поэтому люди готовы на все, лишь бы не быть бедными. И тому не может быть никакой демократии там, где есть экономическое рабство. Потому что, ну что, ты остался без работы, без денег? Ты никто. Да и так никто. А то ты еще и без денег. То есть, это тоже демократия, это форма такого обмана и самообмана. Таким, да, так что несчастье, попытка улучшить жизнь, это, конечно, приводит к депрессии и несчастья, да. Но это что? Самокритика, самоанализ. Вот это очень полезная вещь. И тогда человек осознает очень многое в своей жизни и выходит на другой уровень жизни. Получает высокое качество жизни. Вот это и есть улучшить свою жизнь. Переоценка, самопереоценка происходит, да, переоценка ценностей. Смех помогает пережить абсурдность некоторых ситуаций. Это точно. Самообман же заманивает нас в ловушку, предлагая временную выгоду, но не решает проблему. Значит, понятие самообмана как защитного механизма близко к понятию раздутого я-образа. Я лгу себе не для того, чтобы обмануть вас, а чтобы защититься от ваших нападок на мое ощущение счастья. Но это связано с тем, что мы социальные существа и мы чувствительны к мнениям других людей. И, в общем-то, многие легко попадают под чужое влияние. Мы это заметили, вот общество потребления. Посмотрите, да, было коммунистическое общество. Сейчас капиталистическое. Люди легко попадают под влияние. За довольно-таки короткий период времени, с точки зрения исторической, это точно очень быстро произошло переформатирование общества. Люди лгут себе. Раздут я образ. Что? Показуха. Показуха. Вот я живу в стране показухи тотальной. Здесь все хотят выглядеть лучше, чем есть на самом деле. И, как бы, ну, хотя вот люди имеют все, там некоторые, да, но жить не хотят. Жить не хотят. Депрессии находятся, сидят на антидепрессантах. Защита от нападок на мое ощущение счастья тоже серьезная вещь. Потому что люди хотят доминировать, навязывать свое видение, свою точку зрения, кочку зрения. И сами становятся ее заложниками. Потому что вот эта негибкость, она же их и травмирует, она же и сужает их видение. И способность посмотреть на ситуацию с разных сторон. И что? Заставляет страдать еще больше. Почувствовать неудовлетворенность и бессмысленность в своей жизни. Что нам помогает? Самосовершенствование. Самосовершенствование. Различные способы положительного воздействия на наше сознание. Например, медитация. Молитва. Чувство оптимизма. Ощущение цели. Значимости и уверенности. Так называемые позитивные иллюзии. И от этих действий очень много пользы для нашей иммунной системы. Медитации. Ну вот я стараюсь медитировать каждый день. Очень много пользы от этого. Чувство оптимизма у меня тоже развито. У меня даже подсознание блокирует. Вот когда я допустим... Вообще блокирует негативную информацию. Я допустим что-то начинаю читать. Например. Но это касается главным образом масс-медиа. И вот там начинается какое-то обсуждение каких-то тем. И я тут же переключаюсь. Вот сознательно блокирует это. Сознательно и подсознательно. А подсознательно я ищу позитив. Оптимизм. И притягиваю к себе ситуации такие же. Когда в моей жизни происходит что-то такое хорошее. Хорошее. Прекрасное. Замечательное. И сознательно я вполне оптимистично. Вот допустим... Ну не важно. Ну может... Нет. Вот допустим чем СМИ занимаются. Рассказывают истории. Рассказывают истории. Рассказывают истории. Преследований. Преследований. Вот отношения рвутся. И один преследует другого. Вот. И вспоминают эти истории люди. Зачем это делать? Зачем? Как будто... Ну что, в этом воспитательный эффект будет? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Нужно формировать психологическую культуру. Ну что толку о преступлениях рассказывают нам? Что их стало... От этого их станет меньше что ли? Нет. Не станет меньше. Для того, чтобы этих негативных явлений стало меньше, для этого нужна, во-первых, семейная политика. Во-вторых, формирование психологической культуры. В-третьих, социальная политика нужна другая. Экономическая политика и так далее. То, что люди про свой опыт рассказывают негативный. Ну, только... Только... Может быть, здесь плюс в чем? В том, что эти истории заканчиваются хорошо. Вот. Может быть, это... Для тех, кто... Но... Для тех, кто боится. Но... Без проработки, все равно, вот, без работы с психологом, с психотерапевтом, все равно это... Сложно человеку поменяться, преодолеть страхи свои. Очень трудно избавиться от ложных убеждений, да, от каких-то... Вот... От того мировоззрения, которое приводит к таким негативным вещам. Все-таки здесь надо с психологами работать. Вот. Вот. Но этого не происходит. Поэтому... Частая вот эти... Программа, передачи, статьи, это просто вот такое... Как бы... Нагнетание негатива. Поэтому, что блокируется. Здоровая психика блокирует эти разговоры. К сожалению, нездоровая она их опровоцирует. Поэтому... Вот... В СМИ так много нездоровых людей. Эти телеведущие, да. Очень мало здоровых людей среди них. Это не способствует... Это же... Вот что способствует нашему самосовершенствованию? Медитация. Чувство оптимизма. Да. Ощущение цели. А какая цель у всего этого? Давайте задумаемся. Давайте поставим... Мы не можем... Цель ведь она... Это движение К. Да. А не движение От. Поэтому... Надо говорить об идеалах тогда. Получается, да. Лучше сказать... Ну как... Ну идеал немножко оно... Так вот... И дискредитировано. Ну... Я бы сказал, что... Ну смысл... О смысле говорить надо тогда. Об образе... Позитивном. О лучшей версии. О самосовершенствовании. Об этом. То, что там люди рассказывают, допустим, как они подрались. Ну что ж в этом интересного. Это вызывает еще большую агрессию. Вот как там эти боксерские поединки, да. Любые спортивные соревнования такого рода, где есть схватка, там какая-то борьба. Это вызывают агрессию у людей. Мы смотрим просто... Во-первых, да. А вот когда люди рассказывают про негатив из своей жизни, ну мы смотрим просто как на парад психопатов. Мы смотрим на это как на такой паноптикум чувств. Вот и все. Что с этим делать-то? Вот же самое главное. Значимость и уверенность в себе. Вот. Необходимо формировать чувство собственной значимости. Оно связано с самопрезентацией обязательно. Когда человек видим, как бы его ни гнобили, но он видим, он заметен, он личность. Личность ведь так и формируется в этом напряженном, я бы сказал, интересе к себе. Вот так. Я бы... Я... 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 Вот несмотря на то, что нас отвлекает от нас самих, да? От нашего предназначения. Вот этот вот интерес к себе, он формирует личность нашу. Когда мы можем... Мы сильны, мы мужественны, мы способны преодолеть любое обесценивание нас. Вот. Обесценивание происходит, когда цели чьи-то, там, бизнеса, государства, родителей, друзей, еще каких-то людей выше наших собственных целей, наших собственных интересов. Мы тогда себя обесцениваем. Вот. Поэтому здесь наоборот надо. Да? Вот. Преодолеть это самообесценивание, зависимость от других. И что? Стать уверенными в себе и ощущать собственную значимость и ценность. Вот это трудно, это очень сложно. И быть оптимистами, конечно. Расскажу немножко про эффект плацебо. Значит, сейчас лекарственное средство покажет лучшие результаты, чем плацебо. Плацебо может считаться, только если лекарственное средство покажет лучшие результаты, чем плацебо, оно может считаться действенным. И поэтому испытуемых разделяют на две группы. Одним дают настоящее лекарство, а другим плацебо таблетки. Вот. Хорошо бы добавить третью группу, не получающих никакого лекарства, чтобы измерить действенность эффекта плацебо. Но эта практика не закреплена среди врачей. Вот такое, это что? Это просто сам организм, он самоисцеляется. Да. С помощью самовнушения. С помощью силы мысли, силы слова. Гипноза. Вот. Поэтому во многих случаях можно обойтись без лекарств. Наша иммунная система очень мощная. Мощная система, которая способна справляться с болезнями. Для этого надо ее не подавлять, конечно. Оберечь. Гипноз. Позитивное ассоциирование связано со сторонними манипуляциями. Обязательно присутствие третьей стороны. Получается, что наша способность обманывать себя во благо, легко подвергается воздействию со стороны других людей. Обманывать себя во благо. Обманывать себя во благо. Есть такая шутка, такая медицинская шутка. Например, единственной целью ремониректомии является облегчение кошелька пациента. Ремониректомия. То есть, что это такое ремониректомия? Ремониректомия. Ремониректомия. Это ремонирейт. Воснаграждение оплаты гонораректомии. Ремониректомия. Хирургическое удаление. Обозначает операции, основной целью которых является выкачивание денег из пациентов. То есть, ненужное, неоправданное хирургическое вмешательство. И вот есть такие, да, плацебо-операции. Тоже опыты проводились и вскрывали грудную клетку, но артерии не соединяли. Просто швы накладывались на то же место, что и при обычной операции. Пациенты не знали об истинном характере вмешательства. И эффект от такой фальшивой операции оказывался таким же, что и при настоящей. Вот, пожалуйста, эффект плацебо. Мозг предвосхищает улучшения. И пациент испытывает положительные ощущения. Это объясняет, почему люди, страдающие болезнью Альцгеймера, не испытывают эффекта плацебо. Они просто не могут предвосхищать будущее. Мозг ожидает в будущем изменений. И это влияет на его нынешнее физиологическое состояние. Видите, как важны изменения. Как важна надежда на изменения. И там, где эта надежда отсутствует, Люди будут болеть. Люди будут болеть. И ощущать себя подавленными. Испытывать будут болезненные ощущения. Отрицательные эмоции. То же самое касается и социального организма. Там, где нет изменений, нет переменений. Почему оппозицию так поддерживают? Надежда на перемены. Надежда на перемены, которая будет обманута. Но люди идут за этим, потому что свойственно обманываться. И не жить своей жизнью. Депрессия – это отсутствие надежды. Мы это знаем прекрасно. А вот такая плацебо, плацебо-таблетка дарит эту надежду. Известно, что только 25% антидепрессантов оказывают эффект. Остающиеся 75% – это эффект плацебо. Вот почему прием антидепрессантов необходимо сочетать с психотерапией. Тогда и антидепрессанты будут действовать. А так можно всю жизнь сидеть на антидепрессантах без психотерапии, без психологической помощи. Потому что 75% – это эффект плацебо. И, конечно, депрессия лечится эффективно с помощью постановки целей, смены мировоззрения. Обретение смысл жизни и так далее. Дальше. Религиозные институты усиливают эффект плацебо и другие иммунные изменения. Так же, как регулярные визиты к внимательному и заботливому психологу. Есть эффект от посещения религиозных институтов. Я уже говорил об этом. Я сам был свидетелем исцеления. Я на себе испытал, я все обычно на себе проверяю. Я на себе испытал вот этот вот эффект веры. Но он очень мощный. Очень мощный. Мы имеем дело с гипнозом. Гипноз способен оказывать положительное влияние на боль. Продолжительность родовых схваток. Психологическое самочувствие. Иммунные эффекты. Аллергические проявления. Синдром раздраженного кишечника. И так далее. Самогипноз приносит пользу при стрессе. Например, во время экзаменов. Поэтому я могу вам порекомендовать наши сеансы гипноза. Наши психотренинги. Которые, несомненно, вам помогут. Улучшат ваше психологическое состояние. И вообще иммунную систему улучшат. И изменят ваше восприятие себя, мира. И очень здорово помогут вам. Субтитры создавал DimaTorzok